Есть ли, Александр Владимирович, угроза мирового продовольственного кризиса, мирового голода? Есть ли дефицит продовольствия на земном шаре? А вот тут в одном вопросе два вопроса. Дефицит продовольствия и голод – это разные вещи. Дефицит – это значит, что люди не могут купить продукты. И продуктов, соответственно, того же зерна просто-напросто на какой-то территории нет. Это одна песня. Это вопрос глобальных балансов. Если смотреть глобальные балансы, то, вообще-то говоря, мир прокормить вполне можно. И по запасам, и по производству. Да, положим, по производству сейчас ожидается, что оно будет ниже, чем потребление. Но есть запасы, и немаленькие. То есть здесь – это одна песня. Вторая песня – это голод. Голод – это вопрос доходов населения. Вот была цель тысячелетия, ООН, точнее, даже не ФАО, ООНовская цель – нулевой голод. До 2015 года все вроде шло хорошо. Снизили до 640 миллионов человек, тех, кто не доедают. Ну, они там считали доллар 25 центов на человечка. Вроде снизили, а потом пошло вверх. Началась пандемия. Начался протекционизм. Есть разрывы логистических цепочек. Началось падение доходов. И за один год 118 миллионов. Я думаю, за два года, значит, 20-21 миллионов 200 находятся на этом режиме. Сейчас считается, что 47 стран ООН имеют существенные риски голода. Это та реальность, которая есть. Не потому, что зерна или чего-то там нет, а потому, что доходов в первую очередь не хватает. И это основная проблема. Проблема доходов – это проблема того, что мировая экономика, ну, давайте будем говорить прямо, она еще не в идеальном шторме, но где-то находится рядом с ним. Потому что те разрывы логистические и те финансовые ограничения, которые наложили санкции, в России слишком большая экономика, слишком большая доля ее в мире, чтобы это не влияло на весь мир. То есть сначала надо было думать, потом уже собираться и смотреть, как бить по голове. А тут сначала бьют, потом начинают думать и страдать.